Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области QR-коды ведут не сегодня, а в следующий понедельник. Пойти в фитнес-центр, бассейн и кинотеатр с использованием QR-кодов можно будет с 18 октября. Об этом сообщили на расширенном совещании по вопросу противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, которую провел губернатор Дмитрий Азаров. С предложением о переносе выступили собственники фитнес-центров и попросили время на подготовку. Между тем, в российских регионах все более массовым становится использование QR-кодов. В Курске без сертификата о вакцинации нельзя попасть в кафе и ресторан, на концерт или в кино. Те же требования и в Архангельской области. Там закрывают детские центры и тематические парки. В Вологодской области, а также в Преамурье ввели обязательную вакцинацию для медиков, педагогов, соцработников, сотрудников сферы услуг и общепита. Чечня вводит QR-коды для входа в рестораны и торговые центры, а в Калининградской области обсуждают возможность приостановить оказание плановой медицинской помощи. Заболеваемость коронавирусом растет практически во всех регионах страны, а темпы вакцинации пока еще низкие. За сутки в Самарской области зарегистрировали 705 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше только в Москве, Питере и Московской области. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 112 339 человек. Такие данные в понедельник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 215 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 89 615 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. В Самарской области растет число пациентов с коронавирусом, который находится на ИВЛ. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Армен Бинян. По его словам, запасы кислорода, которыми обеспечивают промышленные предприятия, уже подходят к своему лимиту. Регион превысил планку по ежесуточному потреблению кислорода в 70 тонн. Медики призывают жителей губернии пройти вакцинацию. В стационарах сейчас находятся те, кто не привился. Как отмечают врачи, коронавирусная инфекция стала развиваться стремительнее. Если раньше процесс занимал 10-14 дней, то сейчас около 3-5. Контроль за соблюдением масочного режима ужесточен во всех видах общественного транспорта. Более строгий спрос теперь не только с пассажиров и работающего на линиях персонала. Юридические лица, организации, предприятия, осуществляющие рейсы, также должны приложить максимум усилий для того, чтобы не попасть под административный протокол. С какой частотой сейчас проходят рейды в Самаре и почему по-прежнему необходимо соблюдать требования регионального Роспотребнадзора, расскажет Ольга Павлова. Максим Коваленко пытается оправдаться и вроде на первый раз его упрощают. Маску пассажир надевает незамедлительно, сразу же после замечания сотрудников полиции. Однако жители Самары предупреждают, если подобное повторится, вновь отделаться предупреждением не удастся, придется выплатить штраф. Андрей Викторович, как же так получилось? А вот водителю маршрутного такси Андрею Афанасьеву сегодня повезло меньше. Увидев сотрудника транспортного предприятия в салоне авто без маски, правоохранители приняли решение о составлении административного протокола. Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей. Точную сумму взыскания установят в суде. Такой стала расплата за беспечность и нежелание следовать постановлению губернатора и требованиям регионального Роспотребнадзора. Рейды по контролю за соблюдением масочного режима во всех видах транспорта проходят ежедневно. Утром, вечером, в часы пик и межпиковое время. При участии сотрудников полиции, департамента транспорта, добровольной дружины и компаний-перевозчиков. И так уже второй год. Но если в сентябре 2020-го количество выездных проверок составляло 30 в неделю, а с марта 2021 года 60, то в последнее время организует не менее 80 рейдов еженедельно. Только за прошедшие 7 дней проверили 1858 транспортных средств. Из салонов высадили 161 пассажира, составили 14 протоколов. Следовать правилам и соблюдать масочный режим должны все. И не болевшие вовсе, и недавно переболевшие новой коронавирусной инфекцией, и вакцинированные граждане. Вакцинация не освобождает от ответственности, потому что маска в первую очередь это защита других граждан от переноса инфекции. И вакцинированный гражданин, он может являться переносчиком инфекции. Для того, чтобы этого не случилось, для этого мы носим маску. В транспортных предприятиях есть практика привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности, лишения премиальных за месяц. В частности, за прошлую неделю в одном из автотранспортных предприятий выявлено два кондуктора, которые проигнорировали правила. В одном из этих случаев служебная проверка была инициирована после сигнала поступившего от пассажира. Обращения принимаются по телефону горячей линии и через социальные сети. Если в ходе рейда дело дошло до протокола, штраф грозит не только водителям и кондукторам, которые игнорируют правила. Компания-перевозчик также может быть наказана рублем. Если для физического лица предусмотрены санкции до 30 тысяч рублей, то для транспортных предприятий, то есть юрлица, штраф существенно выше. И штрафы там немаленькие, поэтому, собственно говоря, руководство не заинтересовано в получении штрафа, поэтому мы работу разъяснительную проводим. Все ответственные руководители, в том числе, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. В настоящее время перевозчики принимают все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством, а с кондукторами и водителями проводят необходимый инструктаж. Рассказывают, какой алгоритм действий выбрать, если пассажиры категорически отказываются от ношения масок. Жителям города в очередной раз напоминают, средства индивидуальной защиты нужно надевать еще на улице, до входа в салон. Это убережет других граждан от возможного инфицирования и освободит от немаленьких штрафов за нарушение масочного режима. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Своевременно сделанная прививка от коронавируса способна сократить риск тяжелого течения инфекции. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделали медики. Они установили, что спустя две недели после введения второй дозы вакцины пациенты на 90% реже попадают в больницу. При этом значительный защитный эффект наблюдается и в случае со штаммом Дельта. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней. При этом в некоторых случаях продолжительность заболевания составляет всего 1-2 дня, а иногда может затянуться и на два месяца. Ситуация с заболеваемостью в стране настолько серьезная, что российские вирусологи призывают ввести штрафы в размере 5000 рублей в месяц за уклонение от вакцинации. Эксперты сравнивают отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор. На предложение уже отреагировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, введение штрафов за отказ от вакцинации нереально, так как это нарушает социальный характер государства, закрепленный в Конституции. В Самарском регионе вместе с прививочной кампанией против коронавирусной инфекции продолжается вакцинация от гриппа. Как правильно вакцинироваться? Можно ли сочетать прививку от гриппа с прививкой от COVID-19? И как проходит вакцинация в Кенеле, узнали наши корреспонденты. 563 150 доз вакцины от гриппа уже поступили в Самарский регион. В первую очередь прививаются дети, студенты, медицинские и социальные работники, лица с хроническими заболеваниями и люди пожилого возраста. Пациент Кенельской больницы Евгений Сорочинский от гриппа вакцинируется ежегодно вместе с членами семьи. Жена приболела, мы должны были вместе, но сейчас она немножко, недельку через недельку она придет. Она медик, она за мной следит и сама. В силу прививки верит Ольга Таджиева. Недавно она привелась от новой коронавирусной инфекции и вот теперь решила вакцинироваться от гриппа. Девушка даже ведет свой календарь, стараясь не пропускать ревакцинацию. Думаю, вот эта периодичность, она поможет сохранить жизнь. И скорее всего так она и есть. Только в Кенельскую центральную районную больницу на днях поступило более 6000 доз вакцины. Прививочный кабинет здесь работает круглосуточно. Вначале желающих вакцинироваться осматривает терапевт. Затем, если состояние здоровья не вызывает опасений у медиков, пациентов отправляют на иммунизацию. В Кенельском районе ее прошли уже свыше тысячи человек. Врачи дают некоторые рекомендации в связи с параллельной прививочной кампанией против COVID-19. Вакцинироваться нужно здоровыми, без признаков респираторных заболеваний и отмечают, между прививками от новой коронавирусной инфекции и гриппа должно пройти не менее месяца. Между вакцинами от гриппа и от ковида должно пройти 30 дней, то есть месяц. И желательно сначала привиться от ковида. У нас есть три вакцины, которые существуют на территории Российской Федерации. Все они присутствуют у нас в нашей поликлинике и мы прививаем. И значит через 30 дней после прививки от ковида надо делать прививку от гриппа. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от данных вирусных заболеваний. В этом году охватить профилактическими прививками против гриппа планируется не менее 60% населения региона. На сегодняшний день в Самарской области уже привиты 248 104 человека. Среди них 89 481 ребенок. В этом году мы работаем 4-х валентной вакциной, это ультрис, квадрифорты. В том году мы им начинали работать. Он дал очень хорошие результаты, то есть у нас в принципе никто и не болел. То есть хорошо переносится, не болеет, проблем нет, температура не поднимается. Прививать этой вакцины можно детей, начиная с 6-месячного возраста, подростков и взрослых до 60 лет. Медики напоминают, что в период распространения коронавирусной инфекции особенно важно не допустить циркуляции двух инфекций – ковида и гриппа. Поэтому необходимо вакцинироваться. Ольга Павлова, События. Далее вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, уважаемые телезрители. В России станет проще принимать на работу молодежь. Что по этому поводу говорит Минтруд? Министерство труда разрабатывает правила, которые упростят трудоустройство молодых людей от 14 до 18 лет. Об этом я расскажу сразу после информации о тарифах на электроэнергию. Федеральная антимонопольная служба рассчитала максимальные и минимальные тарифы на электроэнергию для населения в следующем году. Свет в регионах может подорожать на 5%. Дороже всего электроэнергия во второй половине 2022 года может оказаться на Чукотке. Максимальный уровень тарифа составляет 9,27 рубля за киловатт. Также высокие тарифы могут быть в Московской области, Якутии, в Камчатском крае. Согласно прогнозу ФАС, самые низкие тарифы будут в Иркутской области, Хакасии, Дагестане, Чечне и Мурманской области. Принять на работу молодежь станет проще. С предложением упростить трудоустройство для детей в возрасте от 14 до 18 лет выступает Федеральный Минтруд. На совещании с Владимиром Путиным глава ведомства Антон Котяков представил программу содействия молодежной занятости до 2033 года и рассказал, что в ближайшие три года планируют обеспечить подработкой 500 тысяч подростков, а 5 миллионам молодых людей помогут определиться с будущей профессией. Сегодня уровень занятости граждан от 15 до 25 лет в России составляет около 27%, а, например, в США трудится почти половина всех молодых людей этого возраста. Музей Алабина в Самаре капитально отремонтируют. На эти цели направили более 46 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, где ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию. Согласно техзаданию, на время реконструкции музей временно прекратит свою работу. Подрядчика определят в ноябре, а закончить все работы он должен будет до конца марта следующего года. Количество предложений по продаже машин и мест в Самаре выросло на 18% за год. Такие данные приводит крупнейший в России сервис по размещению объявлений. За последний месяц количество предложений увеличилось на 3%. При этом изменилась и ценовая политика. Опрошенные редакцией «Самара ГИС-эксперты» связывают это с последствиями летнего квартирного бума и грядущими холодами. Подробности в нашем сюжете. Угонят, увезут на штрафстоянку, проколят колеса, поцарапают кузов, да еще и негде поставить из-за снега. В преддверии зимы граждане все чаще задумываются о приобретении машиноместа. В первую очередь вырос спрос на придомовые паркинги. Количество таких предложений по продаже в Самаре выросло на 18% за год. Во-первых, любое парковое место – это такой же объект недвижимости, как квартира. Все выросло в конце прошлого года, начало 21-го года. Мы видели достаточно бурный рост цен на недвижимость. Гаражи, конечно, и паркоместа в стороне не остались. По оценкам экспертов, цену нивелирует спрос. Изменилось и само покупательское поведение. Если раньше нормой было купить квартиру на последние кровные, а авто подождет, то сейчас люди приходят с запросом «Квартира с парковкой». Если мы поговорим о парковочных местах рядом с домом, то будет варьироваться где-то от 800 и выше 800-900. В каких-то частях можно найти за 750 тысяч рублей. Если мы говорим о парковочных местах внутри многоквартирного дома, новостройки, то застройщики уже объявляют стоимость миллион, миллион двести. Да, действительно, эта недвижимость подлежит регистрации. Даже есть некоторые банки, которые кредитуют. Подорожала и аренда паркингов. Сейчас ее средняя стоимость составляет 5000 рублей в месяц. Выбрать между арендой и покупкой просто, говорят эксперты. Оцените свои планы на 10-15 лет. Если в течение этого времени ваше место жительства может измениться, лучше арендовать. А если нет, покупать однозначно выгоднее. В России утвердили эскиз новой купюры номиналом 100 рублей. Она появится в обороте к концу следующего года. Всего Центробанк до 2025 года планирует выпустить в обращение шесть модернизированных банкнот с новым дизайном. Например, на лицевой стороне купюр номиналом 100-500 тысяч рублей появится изображение Новосибирска-Пятигорска-Нижнего Новгорода. А на обороте – достопримечательности Сибирского, Северокавказского, Приволжского федеральных округов. На банкноте в 5000 рублей будут достопримечательности Уральского федерального округа, вероятно, Екатеринбурга. Раньше там был вид Хабаровска. Деньги с новым дизайном будут появляться постепенно в течение нескольких лет. Таким образом, старые и новые купюры будут в обращении одновременно. Официальный курс доллара на 12 октября – 71,64 рубля, евро – 82,93 рубля, нефть марки Brent – 84,58 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Сдать на права за один день. Новые правила проведения экзамена для будущих автомобилистов упростили процедуру получения водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД рассказали, как сейчас проходят испытания будущие водители. С процессом познакомился Никита Колосов. 50 человек ежедневно приходят сдавать экзамен на права в Самарское РЭО ГИБДД. С 1 апреля этого года удостоверение категории «Б» можно получить, пройдя два этапа сдачи экзамен, а не три. Первый – это теория. Будущий водитель на компьютере отвечает на 20 вопросов, на каждый дается по минуте. Если экзаменуемый допустит одну или две ошибки в разных тематических блоках, то ему дадут пять дополнительных вопросов. Экзаменационный класс оборудован системой видеорегистрации. Эта система пишет обстановку внутри экзаменационного класса в режиме онлайн. Предусмотрена съемка из четырех секторов, соответственно, звуковое сопровождение. На каплю информации хранится не менее 30 суток. Далее потенциальный водитель переходит на второй этап сдачи – практический. Кандидата по громкой связи вызывают в автомобиль, и он выполняет упражнения. Теперь на переднем сидении не инструктор, а инспектор ГИБДД. По новым правилам, практическую часть можно полностью сдавать в городе, не заезжая на автодром. Однако, если имеется специально подготовленная прилегающая территория, то упражнения – горку, параллельную парковку, заезд в гараж и новые испытания – разворот в ограниченном пространстве – можно пройти на автодроме. Дальше будущий водитель на том же автомобиле выезжает в город. Традиционные маршруты тоже отменили. Теперь есть перечень улиц, на которых может проходить экзамен. Во время поездки ведется видеозапись. Она может помочь подать апелляцию и оспорить решение инспектора. Также увеличили время сдачи практической части. Оно должно составлять не более 30 минут. Я думаю, кандидатам-водителям стало удобнее сдавать этот экзамен. Почему? Потому что есть возможность сдать положительный экзамен в течение одного дня. В рамках одного экзамена эта вероятность намного выше. Поэтому, я думаю, кандидатам-водителям это удобнее. В том числе и экзаменаторам, что сокращает время на прием экзаменов одного кандидата. Александр Самсонов сдавал на права по новым правилам. Рассказывает, что проходить испытания на одном автомобиле проще и удобнее. Не пришлось лишний раз сидеть в очереди. Ты ехал на одном и том же автомобиле, ты как более уже привык к нему. Ездил, автодром сдавал и сразу в город на нем поехал. Вроде как и радостно, и волнительно. Я даже не знаю, почему он волновался. Основные требования для получения водительского удостоверения не изменились. Сдавать могут кандидаты, которым исполнилось 18 лет, прошедшие обучение в автошколе и получившие медицинскую справку. Никита Колосов, Григорий Плешаков, События. Далее, коротко о других событиях дня. Миноборона ужесточила систему профотбора призывников. Их перед прохождением медкомиссии проверяют психологи. Они выявляют склонность к экстремизму и просто асоциальному поведению. Новую систему опробировали в ходе весеннего призыва. Тогда почти 2000 призывников не смогли пройти проверку у психолога и не были допущены до службы. Ужесточились требования по отбору не только срочников, но и контрактников. У них психологи выявляют не только склонность к тому или иному роду войск и профилю работ, но и дополнительно определяют лидерский потенциал. В Нефтегорске задержали мужчину, который вынес из магазина несколько бутылок шампуня. Он взял их с полки и прошел мимо кассы. Сотрудники требовали вернуть товар, но злоумышленник убежал. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и вычислили ранее судимого 45-летнего местного жителя. Задержанный признал вину и рассказал, что украденный товар продал случайному прохожему. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 1700 новых контейнеров для раздельного сбора мусора появятся в Самарской области к следующему году. Регион получит на эти цели 28 миллионов рублей из федерального бюджета. Всего правительство страны намерено выделить деньги на закупку контейнеров 46 регионам. Общий объем субсидий составит около миллиарда рублей. На данный момент в Самарской области установлено и обслуживается 539 уличных сеток для ПЭД, 80 контейнеров для сбора батареек и 150 накопителей для крышек. Студенты медицинского колледжа пришли на помощь сотрудникам скорой помощи. Из-за роста заболеваемости ковидом нагрузка возросла не только на медиков, которые ездят к пациентам, но и на работников контактного центра. Если до пандемии в период повышения заболеваемости вирусными инфекциями было около 2000 звонков, то сейчас их регистрируется около 4000. 11 студентов медицинского колледжа сейчас обучаются для работы в оперативном отделе. Директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кельдюшкин стал лауреатом всероссийского профессионального конкурса «Директор года России-2021». Он был в числе пяти человек, которые прошли в завершающий этап конкурса. В итоге победителем стала Майя Майсурадзе, директор областной гимназии имени Примакова из Московской области. Игра красок и глубоких цветов. Визажисты и эксперты моды назвали тренды в осеннем макияже 2021 года. На пике популярности оказались яркие, насыщенные оттенки, которые могут подчеркнуть индивидуальность – глаза или губы. И создадут в целом согревающий образ. Мы решили пойти дальше и выяснить, зависит ли макияж только от трендов. Мария Левина продолжит. Одним из главных трендов этой осени стал неон. Такого кислотного эффекта поможет добиться обычный белый карандаш и тени. Тех, кто на такие эпатажные краски идти пока не готов, выручат фиолетовые тени. Они подходят к любому цвету глаз, но в особенности к карим. Благодаря насыщенному и глубокому цвету глаза визуально увеличиваются. Но для этого эффекта важно использовать дымчатую технику. Фиолетовый в моде не только для глаз, но и для губ. Такой цвет идеально подчеркивает губы. Маленькие увеличивает, а большие делает более чувственными. Еще одной модной техникой становится северное сияние. Смешиваются два оттенка, а зона слияния размыта. Но это все классика. Настоящей новинкой сезона стали цветные мазки на веках. Выглядят они как небрежные полоски-штрихи. Здесь главное не стараться наносить тени аккуратно, а напротив приветствуется легкая небрежность. Влажные губы также набирают популярность. Я думаю, что это отлично, когда яркий макияж, когда яркие губы. С ярким макияжем жизнь становится ярче. Это очень модная яркая помада, либо яркие стрелы, как черная подводка. Акцент должен направлен либо на губы, либо на глаза. Яркий и даже вызывающий мейк стал трендом осени 2021 года. Поскольку из-за пандемии и самоизоляции женщины соскучились по вниманию. Однако, по словам экспертов, многие не пренебрегали сочными красками и раньше. И здесь, как считают психологи, может быть не только желание понравиться, а еще и неуверенность в себе. Причем за внешним лоском порой скрывается личность, которая по сути к желанному вниманию не готова. Неуверенная девочка, она делает себе боевой раскрас, и это еще надо выдержать напор внимания. Это же тоже самовыражение, заявить о себе, обратить на себя внимание. Я не готов, но я хочу. Есть и те, кто предпочитает вовсе не использовать косметику. Одна из причин, которую называют специалисты – семейные ценности. Возможно, в семье представительницы прекрасного пола игнорировали мейкап, и девочка, повзрослев, сама не видит в нем смысла. Есть и другая причина. Американские женщины в борьбе за равноправие полов в 90-е массово отказывались от косметики. Сегодня эта тенденция дошла и до России. Русские дамы хоть и не столь категоричны, но все же часто позиционируют свою естественную красоту. А у многих банально не хватает времени, чтобы навести марафет. Я точно бы, наверное, советовала женщинам обращать внимание на себя. Хотя бы вот из этой всей… Мы сейчас если про семью говорим, то там 15-20 минут времени засекать и уделять себе. А что, правда, я хочу. А может быть, правда, я хочу просто нанести себе крем на лицо, смазать руки кремом, да, как-то там, ну, сходить на маникюр. Эксперты сошлись во мнении, что в первую очередь при выборе макияжа стоит обращать внимание не на тренды, а на свои ощущения и индивидуальность. А модные новинки способны лишь подчеркнуть ту привлекательность, которая дана женщине от природы и не более того. Мария Елевна, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самарыгис, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!